Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу про еще 4 лайфхака Xbox One. По названию видеоролика можно сделать вывод, что это такая же тема, как с последней фантазией начинается. Последний лайфхак 1, последний лайфхак 2 и так далее, ну уж сорян. Кстати, в последнее время вы меня очень сильно поддерживаете лайком и большое вам спасибо за это, и поэтому и в этом видео я разыграю код на Xbox Game Pass на один месяц. Условия, как всегда, очень просты. Просто лайк, просто комментарий и написать о проделанной работе в группу ВКонтакте под определенным постом, чтобы мы вас нашли и чтобы с вами связались и отправили код. Подробности розыгрыша, как всегда, в закрепленном комментарии под видео. И да, ребят, не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчики, чтобы помочь каналу Xbox догнать каналы про PlayStation. Да, я понимаю, что это очень тяжело, но лично я буду стараться изо всех сил. Поэтому, если вам нравится Xbox, то подписывайтесь на мой канал. Лайфхаки в этом видео для многих пользователей, возможно, покажутся очень банальными, но исходя из комментариев и из вопросов, которые пишут мне, а мне пишут очень дофига, я сделал вывод, что многие этого даже и не знают. Первый лайфхак касается геймпадов Xbox One. Дело в том, что при включении консоли через геймпад Xbox One почему-то у многих теряется связь. Да, данная проблема есть не у всех, но она точно связана с геймпадами третьей ревизии. И дело в том, что данная проблема происходит из-за вашего роутера. Да, как бы бредово это ни звучало, но это действительно так. Просто многие, кто включает консоль через геймпад, у многих теряется связь из-за того, что роутер стоит просто очень близко и, видимо, его сигналы перебивает сигнал связи контроллера с Xbox. Какие решения в этом случае? Либо вы включаете сначала Xbox, потом контроллер, либо передвигаете роутер в другую часть комнаты. Просто, ну, сделайте эксперимент, просто отключите роутер и попробуйте включить консоль через геймпад. Если, в принципе, у вас геймпад приконнектится, ну, значит, я был прав. Либо врубайте контроллер по проводу, тогда у вас связь вообще не оборвется, поскольку она будет проводная. Или же просто выключите и включите геймпад. Я тоже сталкиваюсь с такой проблемой, и вынимать там батарейки, подключать его по проводу, коннектить заново, особенно когда ты уже, в принципе, лежишь на диване, мне неохота. Единственный выход из этой ситуации я нашел в том, чтобы выключить и включить Xbox при помощи кнопки Home. Вот вам пример. Мы, например, включаем геймпад. Он у нас приконнектился. И вдруг, если у вас не приконнектился геймпад, то вы просто нажимаете на эту кнопку и держите ее. Держите ее до тех пор, пока у вас геймпад просто не выключится. Это произойдет где-то в течение 7 секунд. Он вырубился, теперь нажимаете обратно. И геймпад включен. Это такой самый-самый негеморройный способ, и, в принципе, я им пользуюсь. И если вдруг у вас геймпад не коннектился, то при выключении-включении у вас он по-любому приконнектится, и вам не надо будет вставать с дивана. Второй лайфхак касается покупки по дешевке аксессуаров для Xbox One. Все мы знаем, что в интернет-магазинах, особенно на Алиэкспресс, дофига всяких аксессуаров для Xbox One. Всякие держатели, насадки, держатели для геймпадов, подставки для консолей и так далее. И прикол в том, что, покупая что-то через интернет, мы можем пользоваться кэшбэк-сервисами, к примеру, SmartySale. Просто заходите на сайт, выбираете нужный магазин, что-то там покупаете, и потом вам возвращается процент от вашей покупки. То есть какие-то аксессуары для Xbox One и прочие товары вы можете купить еще дешевле, за счет того, что вам просто вернется часть суммы обратно. Ссылочку на сервис оставлю в описании, поэтому пользуйтесь и возвращайте свои деньги. Трекий лайфхак заключается в том, чтобы брать игры по голду, которые раздаются для Xbox 360 без проблем. Да, это может быть просто банальная проблема, но не поверьте, реально очень мало знает об этом способе. Дело в том, что когда вы хотите забрать игру по голду, которая раздается для Xbox 360, у вас может выпрыгнуть ошибка. И получается, что игры для Xbox 360 через консоль взять нельзя. Вы вроде там все нажимаете, все грузится, но в последний момент выскакивает ошибка. Если даже очень много раз все это делать, у вас может не получиться. Данная ошибка возникает, скорее всего, из-за того, что ценник игр Xbox 360, он показан в рублях, хотя в стор в долларах. Мне кажется, из-за всей вот этой вот каши получается вот такой вот трабл. Что в этом случае делать? Просто берем, заходим на официальный сайт Xbox, логинимся под своим профилем, находим ту самую игру, которая раздается по голду и просто ее забираем. Все легко, просто и довольный, никаких ошибок быть не должно. Что касаемо игр, которые недоступны в нашем регионе, но они раздаются по голду, тут, к сожалению, проблема не решаема. Ни VPN, ни смена региона, к сожалению, вам не помогут. Чтобы забрать игру от Xbox 360, вам по-любому нужна будет банковская карта. И в данном случае нужна карта конкретного региона, в которой раздается недоступная игра. Российская карта, к сожалению, не привязывается ни к одному из регионов, кроме, конечно же, России. И, соответственно, на американском регионе у вас не будет карты, что вам не позволит взять игру от Xbox 360. Единственный выход с этой ситуации, это просто иметь американскую карту, привязать ее к профилю, к американскому региону и просто забрать игру. Многие подумают, блин, у меня уже привязана карта, я сейчас сменю регион, у меня все получится. Нет. Привязанная карта к профилю, а не к конкретному региону, это большая разница. Следующий лайфхак, крайне в этом видео, связан с подключением геймпада к телефону по блютузу. Телефоны многих пользователей почему-то не могут приконнектиться к геймпаду Xbox One. Дело в том, что у них либо возникает какая-то ошибка, либо у них требуется какой-то неизвестный пароль. Недавно мне написал мой подписчик Артеми и предложил один из способов решения проблемы, за что ему большое спасибо. Если у вас при подключении тоже возникает какая-то ошибка и у вас просят какой-то неизвестный пароль, то воспользуйтесь приложением Bluetooth Force Pin Payer и попытайтесь через это приложение связаться с геймпадом от Xbox. Ссылочку на приложение также оставлю в описании. По видеоролику, который мне прислал Артемий, после нескольких попыток это все-таки удается сделать. Если у вас была такая проблема и этот способ вам помог, то обязательно напишите об этом в комментариях. Также в комментариях напишите, какие лайфхаки вы знали, а какие нет. И в принципе на этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ведь чем больше будет канал, тем больше будет розыгрышей. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч.